Отчет министра здравоохранения был полон цифр, диаграмм, статистики. Получасовой монолог был настолько продолжительным, что только Анатолий Дмитриевич смог его прервать и перевести в диалог. Один из наболевших вопросов касался работы электронной регистратуры. Получить электронный талончик, как выяснилось, можно, вот только в итоге люди все равно стоят в очереди как в регистратуру, так и к специалисту. У министра эта проблема вызвала сомнительные ассоциации. Я заказал помыть автомобиль на мойке и на определенный час, в определенный день. И мне перезванивают и спрашивают, два раза перезвонят, а вы придете на тот час, а вы придете на этот самый. Мойка стоит примерно 300 рублей. Скажем, МРД обследование, которое тоже невролог, как правило, может означать, примерно 3000 с небольшим. То есть 4000 на кону и пациент придет, не придет. Вот и приходится, по словам министра, чтобы специалист не ожидал пациента напрасно, водить параллельно и живую очередь. Однако в результате возле кабинетов возникает неразбериха. Михалев попросил разобраться. Вопросов больше не последовало и слово передали депутатам. Пока одни рассказывали истории жизни. Держалась температура 39 с лишним. Говорю, Женя вызывай врача. Проходит часть. Врача нет. Другие высказывали свое отношение к выступлению министра, который порадовался росту больничной смертности. В конце концов, где людям умирать? Человек должен цивилизованно уйти из этого мира в медицинской организации с определенным уходом, заявил министр Лазуткин. В зале, где присутствовали краевые депутаты, пронеслось, о чем он говорит, что он несет. Сказанное в полголос замечание озвучила депутат Раиса Мыльникова. Наверное, речь сегодня должна идти о том, а что сделано вообще для того, чтобы по-настоящему была снижена смертность. И все ли вообще больные могут попасть в эти самые цивилизованные условия, даже те, кто не собирается умирать. Мыльникова также рассказала, что на личном опыте убедилась, объединение взрослых и детских поликлиник в единый медцентр не принесло желаемой оптимизации. Теперь пациентам приходится обращаться и в единый медицинский центр, и в поликлинику. Почему эти нововведения не обсудил с депутатами сам министр, непонятно. Недовольным после диалога с Лазуткиным остался и председатель Думы Анатолий Михайлов. К сожалению, не совсем то, что мы ожидали, было высказано в выступлении министра здравоохранения нашего города, потому что вопрос стоял конкретно о организации здравоохранения именно на территории нашего города, хотя здесь больше шла речь, что на Забайкальском крае.